В шахт пенсионерка и ее 30-летняя дочь брали котят по объявлениям в интернете, варили, ели, шкуры сушили на балконе и так далее. Да, я помню такой подобный случай, у меня был какой-то черт, звонил все время и говорил, что кабинет Мальцева заминирован, потом его полицаи с ФСБшниками схватили, обыск провели, а у него дома кошачьи тушки везде, в холодильнике, в морозильнике, он кошек ловил и ел. Особую надо психику иметь. Южно-Сахалинский невменяемый женщина с утра долбил по батареи, а потом разожгла дом костер, потом приехали пожарные, выбили дверь, потом приехала психбригада и сказали, что она нормальная, что ничего страшного, что она пыталась квартиру взорвать. Короче, никаких мер никто не принял. Вот, и мотивировали тем, что человек опасности окружающим не представляет. Прикольно. В Нижневартовске глубокой ночью произошел пожар в отделении гастроэнтерологии. Пациент, поступивший с циррозом печени, поймал белочку, поджег матрас, в общем, пытался всех сжечь, потом убежать. В Соликамске мужчина облил бензином и поджег людей, он и еще пять человек пострадали, трое в тяжелом состоянии. В гаражах бензином пытался пожечь. Нормальное явление. Надо сказать, что помните, в Соликамске недавно только суд закончился, когда мужчина там в магазине женщину облил бензином и тоже поджег. Так что, вот, на телеграм-канале народовластия Вячеслав Мальцев пишут, что люди сходят с ума повсеместно. Да, мы видим, что сейчас огромное количество людей двинулось. То есть, это, вероятнее всего, тоже применяются какие-то средства для этого. Я не уверен, что это биогенератор КГБ, как в Саратове, напротив табачки, биогенератором КГБ убит Андрей Миронов. Я не уверен, что это биогенератор КГБ, но я уверен абсолютно, что что-то происходит. Почему? Вот я вам прочитаю. То есть, это есть, вы можете зайти, посмотреть на авторском канале Вячеслава Мальцева. 24.06.21 мужчина в Москве посреди улиц отрезал гениталии. 23.05.21 мужчина в Кирове отрезал себе причиндалы. 18.02 в Екатеринбурге мужчина посреди улиц отрезал себе ухо, Ван Гог такой. В 21.01 Николаевской области сын отрезал отцу гениталии. Но это как бы не из этой серии. 22.10 в Саратове пенсионер отрезал себе член. Астраханец, выйдя в поле, отрезал себе гениталии. Ну и так далее. И вот москвич еще тоже отрезал себе гениталии. Мы видели, там в Марииной роще стоял. Вот такие вот вещи происходят. Мы видим, что количество душевнобольных гораздо больше. Статистику, чем было. Статистику мы, конечно, не получим. Но я думаю, что скоро будут переполнены больницы. И вот то, что не взяли женщину, которая подожгла дом. Да, и сказали, что она для окружающих не представляет опасность. Говорит о том, что, скорее всего, психушка там переполнена. И скажет, ну ее нафиг, лучше не везите. Слышали новость, жительницы Самарской области оштрафовали за крики при избиении мужем. Но это не новость. Мы говорили об этом. Это оштрафовали-то ее, наверное, еще в феврале. А избивали-то ее еще в 20-м году, в мае. Ну, в общем, классическая ситуация. Всегда можно параллель провести. Или историческую, или мифическую. Вы помните Медузу Горгону? Помните, почему она стала такой страшной? То есть, она была прекрасной девушкой. И была там жрицей Афины. И Посейдон решил ее изнасиловать. Но по одним, ну, о виде метаморфозах, он там птицу в какую-то превратился. Не помню в какую. А в других вариантах мифов он конем стал. И вот прям в храме Афины он ее и отымел. А она при этом кричала, естественно, ей сильно не нравилось. А Афина подумала, что это осквернение ее храма. Да еще она так стонет и просит помощи, что она взяла ее в такую страшную превратила. Так что такие параллели все время в жизни есть. То есть, женщину избивают, в результате ее же оштрафовали. Чтобы она не кричала. Вот.